Зероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш Таро прогноз на следующую неделю. Мы смотрим, анализируем период с 24 по 30 октября 2022 года. Помогут мне сегодня в этом Таро Хиртис, а также Оракул 7 баллон. Поэтому вы расслабляйтесь, настраивайтесь на расклад, подумайте о том, что вас в большей степени беспокоит и посмотрим, что вам раскроют карты. Позитив, негатив и совет. Что у вас здесь по факту? Так, как мы видим, девятка мечей, король жезлов и паш жезлов. Здесь у вас тут переживания и страхи относительно ситуации, быть непонятым, быть невостребованным, либо что ваше любопытство может привести, знаете, к не тем результатам, к которым вы стремились. Плюс действительно, знаете, как амбиций много, самооценка высокая, но много внутренней уверенности в себе, которые нужно прорабатывать. Потому что внутренний посыл есть, огонь горит и стремление достичь многого. Но вот основное, подноготное ваше подсознание, видите, как внутренние к этому не готовы. У многих это может отражаться, поскольку у нас падают карты социальной активности, признания. Это в первую очередь желание зарабатывать много денег, но при этом не готовность к большим суммам. Или желание быть востребованным в личной жизни, но вместе с тем не готовность к переменам, то есть меняться психологически, либо меняться внешне, менять модель поведения. Вот это очень сложная и серьезная работа над самим собой, самой собой, которую нужно провести. Ну и поскольку у нас, конечно же, здесь ложатся карты двора, они указывают здесь на ситуацию проработки ваших внутренних страхов в плане общения с кем-то, переписки, взаимодействия. Здесь у нас выходит на повестке дня король жезлов. Это может быть как руководитель, наставник, начальник, бизнес-партнер, мужчина, который вам нравится. Ну это я имею в виду для женщин, да. То есть человек, по сути, от которого зависит многое в вашей жизни. И вот здесь, знаете, как боязнь найти подход. Потому что есть стремление, знаете, как общаться на равных и быть на одной ноге, но пока нет в этой внутренней уверенности. Давайте смотреть, что здесь по факту. Если смотрим с точки зрения личной жизни, и вы у нас на текущем этапе свободны. Что здесь ложится? Десятка жезлов. Для тех, кто хочет строить личную жизнь, очень много внутренних блоков, которые вам не дают отношения строить в том ключе, как вы хотите. То есть общение может быть, влечение, страсть, но дальше каких-то, не знаю, сиюминутных отношений, связей это не заходит. То есть тут нет построения стабильных союзов. Почему? Я не могу назвать вас инфантильными, либо малодушными, это не так. Здесь может быть очень высокая планка и ваши требования, но вместе с этим вы к этим требованиям не дотягиваете. Понимаете? Здесь нужно сами меняться для того, чтобы достичь того максимума, который вы хотите получить от иного человека. Если вы в любовных треугольниках, у нас здесь ложится аркан императора. Для женщин развитие отношений зависит здесь от мужчины. Есть внутренние страхи ему не соответствовать, стать для него скучной, пустой, неинтересной и его потерять, потерять его внимание. Если меня смотрит мужчина, то здесь у вас внутренние переживания, что для вас это ничего серьезного, это флирт, что вы перегорели. Потому что здесь вот эти вот карты, это как внутренние сомнения самоедства. А действительно ли мне это нужно? А стоит ли в это ввязываться? Ну в том либо ином случае здесь развитие ситуации отношений зависит от мужчины. Вопрос только в том, как вам это принимать. Вам только в любом случае принимать по одному методу, повышать внутреннюю энергетику, прорабатывать внутренние блоки. Если смотрим ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных связях, здесь падает аркан жрица. Здесь какие-то серьезные переживания и страхи относительно того, что вскроется какая-то ваша тайна. О том, что имел место быть флирт, может быть какая-то связь, союз. И вы не хотите, чтобы эта информация открылась, потому что в данном случае вы будете жертвовать в этой ситуации. Можете потерять многое. Поэтому держите язык за зубами. Ну и старайтесь о вашем секрете никому не рассказывать. Подругам, знакомым, потому что ситуация может сыграть против вас. Если вы уже, скажем так, сами разнесли информацию, то здесь имеет смысл готовить себе какую-то, как я говорю, альтернативно доказательную базу, которую вы можете опровергнуть или иные события. Потому что птичка на хвосте принесла, сплетни здесь могут быть. И в вашем партнере или партнерше это может порождать сомнение. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, на текущем этапе вы не работаете. Здесь вообще внутренне не уверены в себе и ваши какие-то переживания, что вы не способны реализовать себя на том пуприще, к которому вы стремитесь. Поэтому карты вам рекомендуют больше общаться, больше узнавать, знаете, как больше обмена энергии с другими людьми, которые, допустим, реализованы в этой нише. Это вас будет подстегивать к тому, чтобы вы попробовали, чтобы вы начали. И если вы у нас уже в статусе соискателя, то здесь по шестерке жезлов это победа, триумф. Но вот здесь, я говорю, это внутренние эмоции и боязнь, что вы можете не соответствовать текущей должности, либо можете с ней не справиться. Если вы у нас наемный сотрудник, то по аркану жрец. Во-первых, это обучение, это новые навыки, это полностью внимать всему тому, что вам говорит наставник, ваш руководитель. Это, знаете, как расти до его планки. То есть здесь перспективы повышения, увеличения заработка. Сама по себе ситуация прекрасна. Если у вас его собственный бизнес, то здесь по семерке Пентакли это выжидать. Результаты, ответы, взаимодействия с новыми бизнес-партнерами, с которыми у вас могут быть эти переговоры, какие-то намеченные сделки. Вы переживаете, что это может сорваться, потому что партнер у вас может быть не заинтересован. То вот по жужезлов, это, знаете, посадить человека на какой-то информативный крючок, чтобы он сам был заинтересован во взаимодействии с вами. То есть вот такая, знаете, как говорю, замануха, чтобы человек сам шел на контакт, на встречи, на обсуждение сделок и всего остального. И с точки зрения состояния здоровья, оно прекрасное, кроме психоэмоционального состояния. Каким образом это устранять, мы с вами уже оговорили. Что у нас с вами здесь ложится в негативе? Как мы видим, у нас здесь семерка мечей, четверка чаш и шестерка мечей. Здесь постоянно ожидание предательства. Из-за этого апатия, из-за этого какая-то хандра и нежелание начинать что-то новое. В основном это касается боязни предательства там, где вы уже обжигались. То есть для кого-то это бизнес-проекты, для кого-то вопросы личной жизни. И как следствие, вы сами пытаетесь сразу от этого уйти. Либо вы транслируете такую энергетику. Вот этого делать не стоит. Потому что сами от этого страдаете. Еще здесь, знаете, как не бойтесь наступать на те же грабли. Я вас не призываю это делать. Я просто говорю, не бойтесь получать новый опыт. Потому что без этого вы будете сидеть, знаете, в состоянии застоя отчаяния. И в большей степени сожалеть о том, что вы этого не сделали. Понимаете? Поэтому активные действия лучше, чем бездействия. Во всяком случае, в рамках этой недели и в этой ситуации. Совет. Совет и рекомендация от карт. У вас здесь ложится четверка жезлов. Карта стабильности. Праздника, урожая, семьи, дома, недвижимости. Каких-то, знаете, памятных дат вашей семьи. То есть дни рождения, даты свадьбы, там, юбилеи у кого-то и прочее. Потому что здесь это быть в центре структуры, в центре стабильности. Структура, это может быть, знаете, как говорю, быть с коллективом. Или вливаться в новые бизнес-партнерства, которые вас сделают стабильными. Больше времени семье, своему быту, дому, уюту, зоне комфорта. Для вас это крайне немаловажно, потому что вам это дают подпитку. Поэтому на эти вещи вы должны обратить свое внимание. Если собирались продавать или приобретать недвижимость, неделя вам в этом аспекте тоже благоволит. У вас, смотрите, в плане неожиданности этой недели у вас ложится интересный аркан. Называется больной король, болеющий король. Можно назвать по-разному. С одной стороны, это вроде бы как приостановка действий, приостановка активности. С другой стороны, это за каким-то выданным фарсом прощупывание почвы, прощупывание обстановки. То есть я не говорю, что вы должны выдавать себя болезненным. Нет, это речь идет о том, что вы можете искусственно сфабриковать какую-то ситуацию, чтобы посмотреть, как на нее будет реагировать социум. Бизнес-партнеры, коллеги, близкие, родные, чтобы вам понять, чего вам в случае каких-то там неожиданностей, неудач ждать от вашего окружения. Ну а вообще еще карта призывает в течение этой недели больше быть дома, заниматься домом, заниматься бытом. Если есть такая возможность, отключить телефон, посвятить время себе. Может быть, побыть в одиночестве. Ну а в целом это акцент на семью, на местонахождение, опять же на создание атмосферы и комфорта в доме, в семье. И потому что, знаете, здесь хочется покоя, идет какая-то больше эмоциональная усталость. И самое главное, если вам хочется отдохнуть, полежать, я понимаю, что у всех ситуаций разные, но имеет смысл, может быть, там взять один день за свой счет, чем если вы пойдете там через силу, и на фоне вот этого стресса, эмоциональных переживаний, усталости, это все может перерасти действительно в какое-то заболевание, то есть в болезнь, в простуду. Потому что здесь идет, знаете, как энергообесточенность, упадок сил. Поэтому рекомендация отдохнуть, зарядиться здоровьем, больше внимания семье, больше внимания дому. И тогда этот период вам пойдет на пользу, потому что вы сможете собраться с мыслями, вы сможете преодолеть любые недомогания, восстановить упадок сил, ну и с активными возможностями, с новыми ресурсами действовать далее. Вот такой у вас период, вот такая неделя. Закрываем, как всегда, позитивными арканами, картами протекции, наставничества и поддержки. Я вас благодарю за просмотр, благодарю за то, что остаетесь со мной. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Я вас, знаете, как сердечно благодарю за каждый оставленный комментарий. Все по возможности стараюсь читать и отвечать. До новых видео, до новых встреч!